Всем привет! Добро пожаловать на кинорассказ! Сегодня у нас краткий пересказ фильма «Достать ножи». Погнали! Вы отвели мистера Тромби наверх в 11.30. Дом работницы Френ несет поднос с завтраком по шикарному особняку, полному всяких антикварных крутых вещей. Она заходит в спальню к хозяину особняка Харлану, знаменитому автору детективов, но его там нет. Френ поднимается по тайной лестнице в кабинет Харлана и находит его там, мертвого, всего в крови с перерезанным горлом. Тут она со страху матерится и чуть не роняет поднос. Проходит неделя после похорон Харлана. Объявлено, что он покончил с собой. Марта, молодая девушка, просыпается в доме своей матери, где она живет с шумной сестрой. Сегодня ей надо идти в особняк Харлана, так как Марта была его сиделкой. Исследователи хотят поговорить с ней. Также в этот день ожидаются поминки. Она приезжает к особняку. Представители семьи покойного тепло приветствуют ее. Следователи допрашивают членов семьи, а за допросом внимательно следит знаменитый частный детектив Бенуа Блан. Первой на допрос заходит старшая дочь Харлана, Линда. Она говорит, что Харлана убили в день вечеринки по случаю его 85-летия, сразу после нее. Она утверждает, что у нее с Харланом были хорошие отношения. Также она упоминает, что ее брат Уолт поссорился в тот же день с Харланом. Уолт вспоминает, что Харлан отстранил ее от управления издательством. Однако не признается в этом, говоря, что была какая-то ссора, связанная с электронными книгами. Он сдает мужа Линды, Ричарда, говоря, что тот ссорился с Харланом, который кричал «Ты скажи ей, или я скажу». Позже он сдает и Ренсома, сына Линды, и внука Харлана, говоря, что Харлан ссорился с ним. Однако Ренсен рано ушел с вечеринки и до сих пор не появлялся в особняке. На допросе Ренсом тоже отсутствует. Ричард тоже не раскалывается перед следаками. Он прекрасно помнит, что у Харлана был на него компромат, фотографии, где он изменяет жене. Но следователем он говорит, что эта фраза касалась помещения матери Харлана, Наны, в дом престарелых. Еще одним действующим лицом является Джонни, жена второго, покойного сына Харлана. Она что-то типа хиппи, и несмотря на то, что она считает, что все ее обожают, на самом деле все ее терпеть не могут. Она воспитывает дочь Мэг, за обучение которой платит Харлан. Между допросами Ричард залазит в стол Харлана, пытаясь стырить компрометирующие его фотографии. Однако никаких фотографий в столе нет. А письмо, которое Харлан хотел показать Линде, пустое. В разговоре с Мартой выясняется, что у нее буквально рвотный рефлекс на неправду. И она просто физически не может врать. Она пробует сказать, что у Ричарда нет романа, и ее рвет. Так как Харлан показывает ей фотографии с компроматом. Также через нее выясняется, что Харлан прекратил платить Джонни. Так как выявил, что та брала двойную оплату за обучение. Половина шла на колледж дочери. Половину она забирала себе. Блан рассказывает следователям, что его кто-то нанял анонимно. Подсунув большую пачку денег и вырезку из газеты с этим случаем. Он считает, что кто-то, пожелавший остаться анонимным, думает, что это не самоубийство. Следователи восстанавливают картину происшедшего. Марта поднималась в кабинет, чтобы дать лекарство Харлану. Потом там произошел шум. Упала доска для игры в Го, и Джонни проверила. Харлан был еще жив. В полночь Марта ушла из дома. Через 15 минут Харлан спускается, надеясь перекусить. Но его послали обратно спать. Смерть по этой версии наступила между 15 минутами первого и двумя часами ночи. Следователи считают, что убить его не могли, так как по следам крови видно, что Харлан сам резал себе горло. Но Блан не согласен. На допросе Марта вспоминает, что произошло на самом деле. Оказывается, она случайно дала Харлану, с которым у нее были очень хорошие отношения, большое количество морфия вместо другого лекарства. И Харлан должен был умереть через 10 минут, так как антидота в сумке Марты не нашлось. Тот, чтобы спасти ее от обвинения в убийстве, сначала свалил ее на пол, отчего и был шум. А потом уговорил идти домой. А после этого сам себе вскрыл шею. После того, как Марта ушла, она вернулась. И хитрыми путями проникла в кабинет Харлана. А потом, надев его халат, засветилась перед свидетелями в качестве живого Харлана, обеспечив себе алиби. Однако, во время допроса ей удается все это скрыть, говоря полуправду. Блан доверяет ей, говоря, что с ее помощью они докопаются до правды. Марта еле успевает сбежать в ванну, где ее рвет. Вечером на поминках Уолт говорит Марте, что ей помогут в финансовом плане. Мы хотим позаботиться о тебе. На следующее утро Марта присоединяется к команде Бланка для осмотра территории. Она замечает доказательства. Видеопленку, следы обуви и другое, что может выдать ее. Ей удается тайно спрятать улики разными способами. Приезжает Ренсом. Теперь вся семья в сборе. И оглашается завещание. 60 миллионов на различных счетах и вкладах издательства. Пожалуйста, примите это достойно, без огорчения. И поймите, завещая всю свою собственность, целиком и полностью, Марти Кабрера. Хотя все думают, что они разбогатеют, завещание указано, что все многомиллионное состояние, особняк и издательство Харлана переходит к Марте. Харлан считал, что его родня должна уметь сама о себе позаботиться. Все в шоке и начинают донимать Марту, давя на нее психологически. Они преследуют ее, и Ренсом подсаживает Марту в свою машину, спасая от разъяренных родственников. Потом родственники ищут варианты, чтобы лишить Марту наследства. Одной из причин может быть признание Марты убийцей Харлана. И это еще одна из причин, почему Харлан помог Марте скрыть случайное убийство. Ренсом кормит Марту в закусочной, а потом требует рассказать ему все. Сытая Марта не может врать и признается ему во всем. Это даже звучит как бред, но это правда. Потом она говорит, что поможет Марте, чья мать пострадает в любом случае, так как та – нелегальный иммигрант. Он обещает скрыть токсикологический отчет судмедэксперта, если Марта откажется от части наследства в его пользу. Марта получает звонок от Мэг, которая пытается убедить Марту отказаться от наследства, якобы ей не принадлежащего. Марта в шоке, так как считала Мэг своей подругой. Хорошо было бы все вернуть нам. И заканчивает разговор, обещая платить за ее обучение. Показывают, что за Мэг стояла вся родня и следила за разговором. На следующий день дом Марты атакует пресса. Марта натыкается на Уолта, который обещает ей помочь справиться с вниманием. Однако Марта, проявляя характер, говорит, что теперь может совсем разобраться и сама. По почте она получает письмо, в котором скан верхней половины токсикологического отчета. И приписка «Я знаю, что это ты». Она в панике звонит Ренсому и встречается с ним. Пожарные прибывают на место крупного пожара в окружной судмедэкспертизе. Пропал отчет и образцы крови. На месте пожара Марта и Ренсом видят Блана, исследователей. Также Марта получает письмо на электронную почту, в котором предполагаемый шантажист назначает встречу. Детективы их замечают, преследуют и ловят. Марта обманывает, что это Ренсом заставил ее убегать от детективов. И ее отпускают, отправляя в участок Ренсома. После чего ее тошнит. Потом Блан решает поехать вместе с Мартой обратно, проезжая мимо адреса, который указал шантажист. Марта выходит, сказав, что ей надо на секунду куда-то зайти. По этому адресу находится старая прачечная, в которой Марта находит свою медицинскую сумку. В середине комнаты сидит привязанная домработница Френ, в которой введена большая доза морфия. Она еще жива, и Марта после сомнений звонит 911. Потом Марта рассказывает все Блану, который говорит, что Ренсом тоже все это рассказывал. Они с детективом отправляются в особняк. И Марта, помирившись с Мэг, а также найдя токсикологический отчет, про который ей успела рассказать Френ, и отдав его Блану, хочет выступить перед собравшейся семьей, чтобы рассказать им все. Внезапно Блан прерывает ее. Мисс Кабрера решила бесповоротно не отказываться от наследства. Спасибо всем, что пришли. И пока. В чем дело? Заявляя, что все это было самоубийством, к общему шоку. Блан объясняет, что Ренсом узнал о завещании в пользу Марты, из-за чего в тот день и поссорился с дедом. Он подменил содержимое ампул с лекарством и морфием, украл антидот из сумки Марты и уехал, считая, что Марту обвинят в убийстве. А наследство разделят. Когда он начал понимать, что его затея не удалась, а происшествие списывают на самоубийство, он выслал деньги Блану, в надежде, что тот докопается до первоначального способа убийства. Однако Марта, которая много раз делала эту процедуру, инстинктивно по виду жидкости определила правильный состав и вколола правильное лекарство, что показывает токсикологическая экспертиза. В итоге Харлан убил сам себя, а Марта ни при чем. Однако Ренсом пропустил похороны, чтобы вернуть антидот в сумку Марты, и его за этим действием спалила Фрэм. Именно она начала шантаж Ренсома при помощи своего брата, работающего в судмедэкспертизе. А Ренсом сделал копию угрозы и отправил ее Марте. Потом Ренсом спалил здание судмедэкспертизы. Но у Фрэм была копия отчета, которая теперь у Блана, показывающая, что никакой передозировки не было. Марте звонят из больницы. И она заявляет, что Фрэм пришла в себя и подтвердила, что Ренсом пробовал ее подставить и виновен во всем. Ренсом срывается и во всем признается. Думаешь, я не буду драться за свой дом? Наш по праву рождения. А потом Марту рвет на него. Оказывается, она соврала, и Фрэм умерла. Ренсом хватает нож и пробует убить Марту. Но нож по счастливой случайности оказывается бутафорским. Его хватают. Марта спрашивает Блана, как давно он знал, что она во всем замешана. Блан говорит, что с самого начала. Так как на кроссовке Марты есть пятнышко крови, которое попало на нее, когда Харлан перерезал горло. Линда обнаруживает пустое письмо. И нагрев его, обнаруживает запись об измене Ричарда. Семья собирается снаружи и наблюдает, как Ренсома увозит. Они оглядываются на дом и вверх. Марта стоит на балконе второго этажа, смотрит на них сверху вниз и пьет из кружки с надписью «Мой дом, мои правила, мой кофе». Всем спасибо за просмотр. Как вам это детектив? Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Пока.